Тему — как мы работаем со списком знакомых. С самого начала, когда приходит новичок в нашу структуру, в наш бизнес, мы начинаем с того, что мы составляем список меч и список знакомых. Вот как его правильно составить, не все знают. Даже не я знала. И, как правило, начинаются в направлении какие-то дополнительные действия, которые, в принципе, делать не нужно. Давайте следующий слайд. Так, я думала, что половина у меня сместилась, ничего не видать, ничего не прочитать. По памяти говорить, что мы делаем. Список знакомых — это список всех людей, которые нас окружают. Это подготовка рынка, на котором мы будем с вами трудиться. То есть вот есть очень много людей, и мы этих людей всех записываем, всех без исключения. То есть не думаем о том, кто бы согласился, кто не согласился, у кого там есть работа, у кого нет работы, у кого дети, у кого нет детей. По этим критериям мы не решаем. То есть записываем книжку, открываем свой телефон, социальные сети. И всех-всех-всех знакомых, которые у нас там есть, мы туда записываем. Разбор. То есть полностью это просто список имён. Разбираться мы будем уже позже, кто к нам пойдёт, и как мы его именно будем привлекать. Давайте следующий слайд. Так. Ну вот это я уже сказала, что мы оставляем свои размышления, кто эти люди, будут ли им интересны в нашем бизнесе. Важен сам факт заполнения списка. И список должен быть большой. Чем больше список, тем лучше. То есть чем больше знакомых, тем лучше. Значит, нам будет, кого выбирать из этих людей именно для поиска. Чем больше людей, тем лучше. Идём дальше. Я думаю, это все знают, да? Можно это составить в виде вот такой небольшой таблицы. Таблица, она состоит из восьми столбцов, чтобы легче было вспоминать, что какие действия были предприняты, да? Пишем первую — это порядковый номер, фамилия, имя, краткая информация о человеке. Что это за человек? Потому что иногда бывает даже в контактах имя и фамилия одна и та же. То есть некоторые люди, даже полные тёзки попадаются. И даже ни один, ни два человека бывает, и три человека попадаются. С одним именем, с одной фамилией. Телефон, да? Потом следующий пункт. То есть сначала заполняем четыре вот этих самых главных пункта. И как дополнение мы, когда уже начинаем работу с этими людьми, добавляем дату звонка, чтобы мы знали, когда мы человеку позвонили, дата встречи со встречи была, какой результат, да, и примечания какие-то. Либо там перезвонить, либо напомнить что-то. Потому что, когда начинаем со списком работать, а этот список очень большой, как правило, у многих. Желательно, чтобы он был тот человек, даже некий больше, да, то, конечно, мы забываем, что мы говорили человеку, когда мы с ним созванивались, и какой у нас был результат. Да, можно вот видеть такую таблицу. Таблицу можно в обычной тетрадке начертить, либо на листе, либо составить её в электронной книге. Кому как удобно. Давайте листаем дальше. Алена, у меня на данный момент 101 человек в списке. Но список этот должен постоянно пополняться. То есть из чего состоит наш список? Когда мы начинаем писать знакомых, наш список, конечно, мы начинаем со знакомых. Начинаем с самых близких. Это наше окружение. Это друзья, это знакомые, это люди, с которыми мы каждый день контактируем. Это те люди, про которых мы сразу вспоминаем, как только нам говорят. Писать список знакомых. Это так называемый горячий рынок. То есть непосредственно самое близкое окружение. А следующая волна, да, такая, это тёплый рынок. Люди, с которыми мы и общаемся. То есть мы их знаем, да, они нас знают, но каждый день мы, понятно, что мы не можем со всеми каждый день контактировать. Да, там что-то. Может быть, иногда здоровое несут, да. Опять же, где-то в социальных сетях мы знаем, либо каждый день их видим, да. То есть если мы не знаем, например, фамилию там или имя, пишем только имя. Либо какое-то там, бывает такое, что там, например, продавец в магазине, какой-то администратор в салоне, представьте, да, тоже мы это фиксируем и вот в примечении ставим, да, что вот нужно забыть про этого человека. Это последний у меня пункт, он, не видно его, да, надо было поменьше буквы немножко сделать. Не знала, что получится, чтобы управлять так. Это холодный рынок. На самом деле нам кажется, что с холодным рынком сложнее всего работать, а это самая такая благоприятная почва для работы, поскольку это знакомые наших знакомых. То есть, по идее, это горячий или тёплый рынок наших знакомых, да, но нам он является холодным. То есть, это люди, которых мы, в принципе, можем не знать или знаем просто по каким-то слухам, да, по каким-то разговорам, да, но контакты которых у нас нету, да, ну, как бы мы составим в друзьях, но, в принципе, визуально, либо люди, которых мы вообще не знаем, да, то есть как-то, каким-то образом мы пересекаемся. Здесь тоже нужно быть подготовленным, да, к новым именно… взаимоотношениям, да, потому что это как бы все равно это такой… это наша работа, да, и мы должны быть во вооружении, да, если мы, например, идём в какой-то там театр либо куда-то там на прогулку, да, то везде присутствует много людей, мы должны быть готовы быть к общению, взаимодействовать, и при этом себя, конечно, иметь визитки, да, чтобы в случае чего можно было обменяться телефонными визитками и тогда уже знать, что… и договориться уже, когда с этим человеком мы согласимся, да, по какому поводу. Как это делать? Это уже тоже отдельная тема. Есть определённые тоже фразы, выражения, да, с помощью которых мы людей именно вот зовём на интригу, да, мы им сразу не говорим, что так и так, вот я тут из-за репоэма, давай пойдём с нами. Просто должна быть какая-то вот именно фраза, которая должна зацепить человека, чтобы человек именно подумал, что это она хотела мне предложить. Ну вот, да, вот таких вот три сегмента. Это горячий, тёплый рынок и холодный рынок. И вот если мы соберём всех вот этих знакомых… Меня пригласила Алёна Малых. Я думала, уже все знают, когда он меня пригласил. Меня пригласила Алёна Малых, моя знакомая. Ну, по сути, это тёплый рынок, да, из города Новокузнецка. С Алёной мы вместе учились, но сильно мы не общались. Давай, Айлен, следующий слайд. Так, ну и если мы соберём всех своих знакомых, да, и незнакомых, у нас получится вот такая вот цепочка. Вот мы видим, что это мы в центре красненькие, да, пригласили своих знакомых, попросили своих знакомых дать рекомендацию. Наши знакомые, соответственно, дали рекомендацию, да, и у нас уже… И таким образом мы уже работаем с холодными, с людьми, которых мы не знаем вообще. Алёна мне сказала… Во-первых, Алёна рассказала про себя, что вот, ну, сначала спросила, понятно, как дела, да, чем занимаешься, если в свободное время. И у меня есть к тебе предложение. Я занялась бизнесом, но так как я уже, в принципе, в сетевом… У меня выкручивая сетевик была, осталась с теми, которые занимаются сетевым, да, в принципе, ну, догадывалась, да, как, с какими, какими там фишками, какими фразами пользуются сетевики, потому что, ну, это как бы, когда ты этим занимаешься, всё равно это чувствуется, да. И, в принципе, я поняла, да, но я спросила, какая компания, поскольку я пользовалась продукцией, я ничего против не имела, решила попробовать себя вот именно в построении структуры. Да, Алёна Малыха – это «Тёплый рынок». Как проходил ВВУ, честно говоря, не помню. Знаю, что проводила Таня Соломонова, показывала слайды, показывала вот эту морковку, цветочки. Ну, сильно, я помню, что был большой поток информации, я как бы многое не воспринимала с самого начала. Сейчас я уже начинаю понимать, что как, а в самом начале сложно было запомнить. У меня всё, спасибо большое, Зима. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...